Добрый-добрый день, уважаемые зрители моего канала! У нас разгар сезона инкубационного, соответственно вопросов по инкубации очень много. Очень часто встречается вопрос, как проводить совместную инкубацию, как делать до закладку. И мне проще снять видео и показать вам наглядно, чем долго-долго каждому отвечать в комментариях, хотя такие видео уже есть. Друзья, первым делом, если у вас небольшая партия яиц и вы будете до закладывать, прежде чем вы начнете инкубацию, вам нужно снять параметры температуры. Скорее всего, в инкубаторе есть такие места, где температура нагнетается лучше и больше, а где-то есть более прохладные уголочки или ярусы. В моем случае инкубатор многоярусный, и я уже примерно знаю, в каком лотке температура самая высокая, где самая низкая. Разница может быть небольшая, в полградуса, но этого, в принципе, нам будет достаточно. Итак, вы размещаете инкубационное яйцо, вновь поступившее, то, которое вы дозакладываете, в самом жарком месте своего инкубатора. Будь то там ярус или будь то какой-то уголок или даже середина лотка. То есть вы сняли параметры, вы выяснили, где у вас горячо, где у вас попрохладней. Там, где горячо, туда свежее яйцо. Для того, чтобы пошло развитие эмбриона правильное внутри яйца, первое время у нас температура идет повышенная. Затем мы со второй половины инкубации температуру в инкубационной камере понижаем до 37,5, потому что по мере развития в яйце эмбриона яйцо начинает вырабатывать собственное тепло. Например, в момент вывода в инкубационном яйце внутри яйца может температура достигать 36,8-39 градусов. Вот понимаете, какое идет выделение тепла из яйца. Поэтому, понятно, да? То яйцо, которое уже инкубировалось, убирайте в самое прохладное место. А то яйцо, которое только что положили, в самое теплое место. Дальше, следующий нюанс. Если мы инкубируем сухопутную, как в моем случае, и водоплавающую птицу, что же делать? Водоплавающей птице при охлаждении нужно делать орошение. Ну, здесь придется повозиться, хотя нет ничего невозможного, можно и так проинкубировать. Повозиться в каком плане? В том плане, что придется во время охлаждения, когда вы охлаждаете все яйцо и сухопутное водоплавающее, вам придется вот этот лоточек извлекать из инкубатора куда-то и его опрыскивать. То есть вы вытащили лоток, ну, чуть-чуть у вас яйцо остыло, орошаете его водичкой, ждете, когда вода эта испарится и потом помещаете обратно лоток в инкубатор. Лучше это делать два раза в день, ну, может быть, если у кого-то нет возможности, кто-то на работе или отсутствует, ну, хотя бы один раз в день. И, в общем-то, инкубация пройдет успешно. Я уже пробовала, все получается. Теперь разные сроки вылупа. Здесь тоже есть нюансы некоторые. Значит, если у вас идет вывод, ну, допустим, начался вывод первой партии яиц, а вторым еще греться и греться. Значит, вы ставите инкубатор на универсальную температуру, которая подходит любому инкубационному яйцу, это где-то 37,5. В этот лоточек, где будет вывод, вы селите пеленочку, раскладываете там все яйца. Для чего пеленочка? Для того, чтобы вам время от времени придется опрыскивать яйцо, которое на выводе, да, для того, чтобы не повышать влажность во всей инкубационной камере, да, чтобы не сбивать режим инкубации других яиц, вы будете опрыскивать только вот это яйцо. Значит, так, пару раз вы это сделаете за время вывода, но вывести это нужно. При опрыскивании, тем более, если вы в водичку добавите там немножко лимонной кислоты или уксуса, разрушается скорлупка, и цыплята или любые там птицы выводятся гораздо проще. Итак, значит, знаем, да, пошли на клевы, запищали, выравниваете лотки, чтобы лотки стояли ровно, отключаете переворот, стелете в лоточек пеленку, раскладываете яйцо, опрыскиваете его и убираете в инкубатор. Ставите инкубатор на температуру 37,5 и на 55-60% влажность. Такая влажность не помешает никому и не испортит никакое яйцо. И, в общем-то, у вас это будет недолго, в пределах суток, максимум двух. Ничего страшного, с другим яйцом не будет. Так, температурный режим, влажность. И, в общем-то, лучше, конечно, иметь еще один инкубатор, любой, простой, самый дешевый, для того, чтобы вывод проводить в нем. У меня, допустим, для вывода стоит вот 270, вот лоточки выводные подготовлены. То есть, когда начинается вывод, я включаю этот инкубатор и вывод проходит там. Но так бывает не у всех. Все это можно делать в одном инкубаторе. Я тоже начинала когда-то с одного инкубатора, с двух и так далее. Пошло-поехало. Друзья, значит, нюансы какие. Сказала, да, что вот водоплавающей птице придется извлекать лоток из инкубатора. Или яйцо. Ну, если не целый лоток, то просто яйцо достаем, опрыскиваем, убираем обратно. Ну, а так, в общем-то, в принципе, можно вообще не менять режимы. Я так тоже пробовала. Я ставила один универсальный режим для любой птицы 37,5 и влажность 55,60. На протяжении всей инкубации я ничего не повышала, я ничего не добавляла. То есть, у меня всю инкубацию были вот такие параметры. И я целый сезон на этих параметрах отработала. Закладывала туда и куриные, и утиные, и гусиные яйца. И все проходило хорошо. Чего и вам желаю. Была всех рада приветствовать. Ставьте, пожалуйста, лайки. Для меня это очень важно. Всех была рада приветствовать. Всего доброго. Успешной вам инкубации. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok